В эфире телеканала «Видное ТВ» новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. В начале выпуска коротко об основных событиях. Глава Ленинского городского округа посетил Центр Вера и познакомился с основными направлениями программы «Активное долголетие». И на йогу ходят, и на цигун ходят, и ко мне успевают с одного занятия на другое бежать. Творческие коллективы Центра культуры поселка совхоза имени Ленина приняли участие в съемках программы «Играй гармонь». Впечатлений и эмоции масса, которые нельзя выразить словами. В преддверии Дня воспитателя наши корреспонденты рассказывают о работниках дошкольных учреждений. Я давно хотела стать воспитателем, еще в школьные годы. Губернаторская программа «Активное долголетие» в регионе реализуется уже два года. На сегодняшний день более полутора тысяч пенсионеров занимаются спортом и различными видами творчества во всех уголках муниципалитета. Больше всего активностей представлено в Центре Вера. Пение и танцы, йога и туристические поездки. Всего 15 видов досуга сегодня предлагают жителям пожилого возраста по губернаторской программе «Активное долголетие». В Ленинском округе в ней принимают участие более полутора тысяч человек, большая часть которых проводят свое время именно в Центре Вера. Мы имеем удобное расположение и люди к нам привыкли, люди нас знают. У нас очень много хороших специалистов. Очень востребована скандинавская ходьба. Вы, наверное, видели, по улицам города ходят красивые женщины, мужчины в брендированной одежде. Познакомиться с участницами программы в преддверии Дня пожилого человека решил глава муниципалитета. Уже при входе на территорию учреждения его встретили готовые к занятию активные видновчанки. На йогу ходят, на цигун ходят. И ко мне успевают с одного занятия на другое бежать. Программа губернатора реализуется уже два года. В Ленинском округе ее работу координирует Центр социального обслуживания «Вера». Кроме спорта, бабушки и дедушки любят творчество, мастерят своими руками интересные поделки и картины, а затем устраивают выставку. В одном из залов Центра можно найти около ста работ, выполненных участниками активного долголетия. Здесь очень приятные, активные люди, которые со всей душой и сердцем относятся к этим занятиям. Благодарна всем, кто с нами занимается, терпеливо, помогает нам в развитии. Тамара Юрьевна говорит о сотрудниках «Веры», людях чутких и умеющих пробудить в других интересах. Например, музыкант Николай Жидяев помогает хору «Верные подруги» подготовиться к выступлениям на большой сцене и вдохновляет их. Наш руководитель Николай, он хотя молодой, но он, вы знаете, такой человек, он смотрит, он подбирает нам репертуар такой, который нам очень дорог. Популярностью пользуется и социальное такси, организованное центром. Благодаря ему пожилые жители муниципалитета и маломобильные граждане без проблем добираются до медицинских учреждений. Недавно «Вера» приобрела новую машину. В ней и удобный подъемник, и кондиционер, а значит поездки станут более комфортными. Александра Столярова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Битная ТВ. В продолжении темы участники активного долголетия осваивают дыхательную гимнастику. Уникальный метод естественного оздоровления всего организма, разработанный оперной певицей и театральным педагогом Александрой Стрельниковой. На одном из занятий побывала и наша съемочная группа. Занятия по дыхательной гимнастике проходят на базе Дворца спорта «Видное» и пользуются большой популярностью у старшего поколения. Данная методика считается уникальной, так как у нее нет аналогов во всем мире. Вдох носом вместе с движениями, сжимающими грудную клетку. Такая система включает в активную работу все части тела. Проводит занятие Людмила Лозинская, которая сама освоила метод пять лет назад. Теперь с удовольствием делится знаниями с участниками активного долголетия. Дыхательная гимнастика по Стрельниковой убирает все заболевания хронические. То есть мы дышим правильно, упражнение с движением. Потом пропиваем звуки и делаем разминку, чтобы для дыхательной гимнастики не болит сердце, давление нормализируется. Ходим мы лучше. Дыхательную гимнастику посещают около 50 человек. Самой старшей участнице Тамаре Краевой, 83 года. Женщина признается, что регулярные занятия по Стрельниковой снимают напряжение в мышцах, появляется бодрость и улучшается настроение. Дает положительный результат. Как-то, знаете, бодрит, что ли, вот так вот. Я, во всяком случае, чувствую себя очень хорошо в этом плане. Вот и продолжаю ходить сюда. Стоит отметить, что уникальная методика показана людям разных возрастов. Я рекомендую всем, так сказать, лицам не только пожилого возраста, но и молодежи участвовать в таких мероприятиях. Участвовать, не бойтесь, оставляйтесь, так сказать, молодыми, жизнерадостными. Также на занятиях делают пять специальных дыхательных упражнений для профилактики коронавирусной инфекции. А в заключении каждого урока проводятся различные тренинги и коммуникативные игры. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Елена Кошлева, Виднет-ТВ. Творческие коллективы Центра культуры поселка Совхоза имени Ленина приняли участие в съемках программы «Играй гармонь», которые проходили на территории Шатурского городского округа. За два дня представители Ленинского муниципалитета получили незабываемые впечатления, о которых расскажет наш корреспондент Юлия Погасьян. Передача «Играй гармонь» на одном из федеральных каналов выходит с 1986 года. К участию приглашаются самые талантливые музыканты и исполнители со всей страны. Для Центра культуры поселка Совхоза имени Ленина большая честь приобщиться к такому масштабному проекту. «Россия моя, моя малая родина, Россия моя, на совхозной земле». Впечатления и у организаторов, и у участников поездки масса, конечно. Это в первую очередь новое общение, это в первую очередь новый опыт работы, потому что нам никогда не предоставлялась такая возможность посмотреть изнутри все тонкости съемочного процесса, познакомиться с организаторами, познакомиться с ведущими. Съемкам предшествовал тщательный конкурсный отбор. В нем участвовало более 200 коллективов. От Центра культуры Совхоза имени Ленина к созданию нового выпуска передачи допустили шесть номеров. Это и авторские песни о родном поселке, русское народное творчество, фольклор, инструментальная музыка. «Мы своим ансамблем «Трио» привезли два произведения. Виктора Ивановича Малерова «Ковер-самолет» и «Веселый наигрыш». На съемках передачи «Игра и гармония» впервые, но впечатлений и эмоций масса, которые нельзя выразить словами. Эти дни для участников выдались непростыми. Из-за большого количества коллективов съемочные дни заканчивались за полночь. Но, по словам наших земляков, потраченные силы стоили результата. «Съемочные дни сложные эмоционально, потому что приходится постоянно быть на позитиве. Обращаешь внимание на других людей, у которых настроение портится. Мало того, надо им поддержать, еще и себя не потерять. Поэтому это очень такой ценный опыт, но все настолько весело, задорно». А еще больше, наверное, повезло Ксении Крутовой из инструментального коллектива «Сашки Наташки», которой посчастливилось играть на гармоне основателя телевизионного шоу – композитора Геннадия Заволокина. «Это был мой счастливый билетик. Гармошки нужной тональности у меня с собой не было, а песню очень хотелось исполнить. И мне Анастасия Геннадьевна разрешила взять инструмент своего отца для того, чтобы я на нем исполнила песню. Конечно, это очень трепетно было для меня играть на инструменте такого знаменитого гармониста». Большим сюрпризом для представителей Центра культуры поселка совхоза имени Ленина стало приглашение организаторов принять участие в съемках большого выпуска передачи «Игра и гармонь», которые пройдут в феврале в Кремлевском дворце. Юлия Погасьян, Ольга Садовская, ВиднетВ. В начале следующей недели в России отметят свой профессиональный праздник работники дошкольного образования. Именно они сегодня становятся первыми проводниками в мир знаний для новых поколений. Об одном из самых молодых воспитателей муниципалитета наш следующий сюжет. Каждое утро в шестой группе детского сада «Жар-птицы» не похоже на предыдущее. И речь не о разных кашах на завтрак, а о занятиях. Игровые столы становятся учебными партами. Воспитатель начинает урок. Диана, Богдан, и Миша, встаем. Полина Кулаева – один из самых молодых воспитателей в муниципалитете. В детском саду она работает уже три года. Каждое утро девушка знакомит свою группу с каким-нибудь персонажем. Например, с Незнайкой. Вместе с ребятами герой начинает путешествие в мир знаний. 30 минут на занятии. Занятие в себя включает обязательно приветствие, физкульт-минутку. Это может быть пальчиковая гимнастика. Либо, как вы уже видели, более двигательная активность задействована. И разные блоки, разные задания. Главное – сменять деятельность, чтобы ребенку не стало скучно. А ребятам скучно не бывает. В группе Полины сегодня около 25 человек. И к каждому свой подход. За время работы она стала для детей не просто наставником, но и другом. Она добрая, очень хорошая. Она хорошая, очень красивая. Она мне очень нравится. Вопрос, кем стать, когда вырасту перед Полиной не стоял. В школьные годы она часто сидела с малышами и поняла. Вот оно – призвание. Я давно хотела стать воспитателем, еще в школьные годы. Потому что был яркий пример у меня – это моя тетя, которая всю жизнь проработала педагогом. И вот смотря на нее, я, наверное, и пришла к этому. Сегодня Полина уже опытный специалист. Родители дошколят на ее возраст не смотрят. Уверены – малыши в надежных руках. А тем временем они внимательно слушают воспитателя. Путешествие продолжается. Это все новости на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова